Название конференции «Нефрактомия. Нет!» никак не вяжется с моим докладом, поскольку мой доклад говорит абсолютно об обратном. «Нефрактомия. Да!» И почему вы сейчас увидите? Ну, если мы посмотрим на динамику органа сохранных операций при раке почки в Соединенных Штатах Америки, вы видите, действительно, при стадии Т1А эта динамика совершенно очевидна, снижение нефрактомий и рост органов сохранных операций 40 до 70%, но уже стадии Т1Б, вы видите, эти кривые, они уже совершенно другие. Когда мы говорим о резекции или нефрактомии при стадии Т1Б и выше, мы должны понимать, что, конечно же, у пациентов с единственной почкой, у пациентов с двусторонним опухолевым поражением, у пациентов с резкой сниженной функцией второй почки, мы, конечно же, говорим о резекции почки. Никто не думает о нефрактомии, но этот вопрос, он стоит именно в отношении случаев, когда мы выполняем резекцию почки по элективным показаниям при второй здоровой почке. Это нужно четко понимать. Рекомендации Европейской ассоциации говорят, что онкологическая безопасность резекции почки не отличается от радикальной нефрактомии, и резекция почки является методом выбора для больных со стадии, клинической стадии Т1. Противопоказание – недостаточный объем остающейся почечной паренхимы, что, в общем, логично, и тромбоз почечной вены. Какие же преимущества у резекции почки? Почему вообще зашел разговор о том, что резекция лучше, чем нефрактомия? Потому что мы сохраняем больший объем почечной паренхимы, соответственно, лучше почечная функция. Было показано во многих исследованиях, что развитие хронической болезни почек коррелирует с выживаемостью пациентов. То есть чем хуже почечная функция, тем хуже живут пациенты. Почему мы точно не знаем одно из предположений, что это кардиоспецифическая выживаемость, влияет на продолжительность жизни больных. Но общая выживаемость, как влияет объем операции на общую выживаемость? Обычно, когда мы задаем какие-то сложные вопросы, мы обращаемся к таким базам данных и ретроспективным и проспективным анализам, в том числе и к Кохрейн Лайберри. Обычно собирает все данные всех рандомизированных исследований, чтобы ответить на какие-то вопросы. Но проблема в том, что в отношении сравнения резекции почки и нефрактомии существует единственное рандомизированное исследование, которое, к сожалению, показало, что резекция почки ассоциирована с уменьшением времени до смерти от любой причины. То есть показало преимущество именно нефрактомии. Это единственное рандомизированное исследование ОРТСИ, в котором ваш покорный слуга тоже участвовал в конце 90-х годов. И мы видим эти кривые выживаемости, где нефрактомия у больных с опухолью почки до 5 см в диаметре и здоровой контралтеральной почки, это больные без сопутствующих заболеваний, приводит к худшим результатам. Когда были проанализированы, проанализирована это общая выживаемость, была проанализирована канцероспецифическая выживаемость, то действительно она не отличается между резекцией почки и нефрактомии. Но давайте посмотрим на функцию почки. Мы всегда говорим, что функция почки существенно страдает от нефрактомии. Вот больные из этого исследования ОРТСИ. Вот эти вот кривые – это клиренс креатинина. Красная кривая – это после резекции почки, он где-то 70, и остается на постоянном уровне на протяжении 14-15 лет наблюдения. Синяя кривая – это нефрактомия. Насколько отличается клиренс креатинина? 20-15-20 единиц. Причем статистически достоверное различие только в случае умеренного снижения функции почки. Там, где пациентам требовался диализ и была терминальная стадия, там различий нет. Насколько влияет клиренс 50-70 для жизни пациента? Ни на сколько. Ни в каком отношении. Все же, кому предпочтительно выполнять резекцию почки? Потому что мы знаем, что по многим исследованиям были статьи с громким названием «Каждый нефрон влияет на выживаемость пациента», «Сохраняйте каждый нефрон» и так далее. Действительно, мы посмотрим, если на эти кривые. Эти кривые – зависимость выживаемости от стадии хронической болезни почек. И мы видим, верхняя кривая – это наибольшее нарушение почечной функции, и выживаемость этих больных наихудшая. Но в этом анализе было проанализировано более 4 тысяч пациентов, которые подверглись хирургическому вмешательству в Клинвальде с 99 по 2008 год. И мы видим, что пациенты, у которых не было сопутствующей почечной патологии до операции, это вот синяя кривая, она идет вместе с зеленой кривой. Зеленая кривая – это пациенты, у которых развитие хронической болезни почек было вызвано хирургическим вмешательством. Что авторы хотят показать? Они хотят показать, что если у пациента до операции не было хронической болезни почек, вызванной любым сопутствующим заболеванием, то их выживаемость и развитие, через какое-то время ухудшение состояния почечной функции, такое же, как у пациентов, которым была выполнена нефрактомия или резекция почки, различия большого нет. Таким образом, они говорят о том, что резекция почки показана только пациентам с хронической болезнью почек до операции, а нефрактомия безопасна у больных со стадии Т1-Б, Т2, без хронической болезни почек и предпочтительно при неудобной для хирурга локализации почек. И действительно, если мы посмотрим на молодых, здоровых пациентов, у которых нет сопутствующей патологии, со стадии, клинической стадии Т1, это совсем недавно вышедший анализ трех тысяч пациентов в возрасте 40-47 лет, вы видите, что две кривые выживаемости после нефрактомии и резекции почки не отличаются абсолютно. То есть молодым, здоровым пациентам без сопутствующей патологии, которые влияют на функцию почек, можно смело выполнять нефрактомию. Что же касается пожилых пациентов, может быть, нефрактомия у пожилых пациентов приводит к ухудшению их патологии сердечной, например, легочной. Оказалось, что нет. У пациентов старше 75 лет, это еще один крупный анализ, выполнение нефрактомии не увеличивает риски умереть от других сопутствующих заболеваний и не ухудшает судьбу больных. Еще один крупный анализ, 21 сравнительное исследование, 11 тысяч пациентов, действительно показал лучшую функцию почек при выполнении органосохранного лечения, уменьшение частоты рецидивов и даже лучшие показатели канцероспецифической выживаемости, но общая выживаемость пациентов пока не отличается. Fox Chase Cancer Center провел также анализ пациентов в зависимости от возраста и стадии заболевания при выполнении органосохранного лечения. И мы видим, что молодые пациенты при выполнении резекции при стадии Т1А несколько выигрывают в отношении общей выживаемости, но по мере увеличения возраста уже стадия Т1Б, Т2 не имеет преимуществ у пациентов, особенно старше 75 лет. И здесь вот эти две кривые, видите, что верхние два графика – это пациенты со стадии Т1А, нижние – Т1Б, а из стадии уже Т1Б эти кривые идут практически вместе. Еще один крупный метаанализ – 33 тысячи пациентов отсутствия различия пяти- и десятилетней как общей, так и выживаемости безрецидивной. И что самое интересное, пяти-десятилетняя канцероспецифическая выживаемость лучше после выполнения радикальной нефректомии. Видите, вот этот красный квадратик, я его, к сожалению, отсюда не вижу, он находится справа от вертикальной линии, то есть показывает преимущество в отношении канцероспецифической выживаемости при выполнении нефректомии у пациентов с опухоли почки до 7 см в диаметре. Вообще хочу сказать, что вот эта недавняя публикация, которая говорит о том, что вообще выделение стадии Т2 очень сомнительно, так как истинная стадия Т2 наблюдается только в 1,7%, при размерах опухоли более 7 см. Во всех остальных случаях морфологи находят прорастание опухоли либо в паронефральную клетчатку, либо в жир в области починного синуса. То есть окончательный диагноз получается стадия Т3, что говорит о том, что стадия Т2, наверное, не имеет клинического значения, поэтому об этом тоже нужно помнить. Таким образом, что следует учитывать при принятии решения о выполнении резекции или нефректомии? Прежде всего, наличие сопутствующей патологии почек, хронической болезни почек у пациента, возраст, сопутствующие заболевания, наследственные различные синдромы, которые могут привести к иной тактике лечения, как говорил Александр Константинович, пациентов с наследственно-папиллярным раком почки, множественными поражениями из пациентов с болезнью в ангипели линдау. Мы наблюдаем до того момента, пока опухоли не достигнут 3 см в диаметре, и до этого времени их оперировать не нужно, так как почти всем требуются повторные операции. После резекции у них у всех возникают рецидивы. Также необходимо учитывать характеристики опухоли. И, конечно же, размер, нефрометрический индекс, расположение, отношение к собирательной системе, гистологический вариант и степень дифференцировки. Таким образом, отвечая на вопрос, что делать с пациентами со стадии Т1Б и выше, для пациентов с нормальной функцией контралтеральной почки отсутствуем сопутствующих заболеваний, которые могут повлиять на функцию почек. Альтернативой резекции почки, конечно же, является радикальная нефректомия. При выборе метода хирургического лечения должен учитываться возраст сопутствующей патологии, наличие хронической болезни почек, локализация и размер опухоли. Пожилые пациенты и пациенты с сопутствующей патологией и высоким операционным риском вряд ли выиграют от резекции почки, и выбор между двумя этими подходами должен быть индивидуальным. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...